На днях челябинские прохожие могли наблюдать необычный автопробег. По главной улице города ехала череда машин с развивающимися флагами, на каждом из которых было написано «Я за запрет абортов». А началось все в Свято-Васильевском храме на ЧТЗ. Здесь неравнодушные православные собрались, закрепили флаги на машинах, получили последние указания и, как водится, перед началом серьезного мероприятия помолились. В храме было много маленьких детей, пришли поддержать своих будущих компаньонов по песочнице. Молебен совершил настоятель Свято-Васильевского храма протеерей Сергий Севастьянов. Отец Сергий благословил участников автопробега. И, конечно же, деда рождения, за которое сегодня мы все выступаем, это смысл каждой семьи. И поэтому Божие благословение, я думаю, что пусть пребывается всеми нами. В Свято-Васильевском храме есть икона вифлеемских младенцев с частицей мощей маленьких мучеников. Перед этой иконой нередко молятся женщины, загубившие в очреве своего ребенка и осознавшие тяжесть этого греха. Просит у Бога для себя прощения, а для малыша – Царствия Небесного. Наконец, в встроенной колонной автопоезд отправляется в путь. От Свято-Васильевского храма по всему проспекту Ленина. Белоснежные флаги с ярко-красной символикой видно издалека. Прохожие с интересом оборачиваются, а автомобилисты приветливо сигналят. Акцию в защиту жизни активисты не случайно проводят в ноябре. Называется акция «За недели за жизнь Михайловские дни». И приурочена она к таким датам, что 18 ноября 2020 года Ленин узаконил аборты. Мы выступаем против этого. В 1955 году Хрущев узаконил аборты. Это было 23 ноября. Поэтому вот эти даты приурочены. И 21 ноября – это Михайлов день, все знают православные люди об этом. Стоит отметить, что акция – это всероссийская, и уже второй год проходит одновременно во многих городах нашей необъятной родины. Главными вдохновителями и организаторами являются две московские организации – благотворительный фонд Василия Великого и общественная организация «За жизнь». В Челябинске эстафету переняли волонтеры городского центра «Берег», которые помогают беременным и молодым мамам в тяжелой жизненной ситуации. Понятное дело, что предстоит огромная работа, то есть необходимо, чтобы общество было готово к этому, оно захотело. Но вот, собственно говоря, мы с этого и начинаем. Благодаря тому, что мы сейчас собираем подписи за запрет абортов, мы таким образом увидим, какая часть общества уже выступает за запрет абортов. Ну а остальная часть общества будет присоединяться постепенно, видя только одну пользу от этого закона. Конечным пунктом поездки стало «Алое поле». Здесь уже вовсю кипела настоящая агитационная работа. Парни собирают подписи против абортов, девчата раздают буклеты. Рядом красочные плакаты со звучными призывами «Родился сам, помоги другому». За пару часов удалось собрать более двухсот подписей. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о теме ближнего. И эту тему набивает евангельское чтение о милосердном самарионине. Тема ближнего, она очень беспокоит очень часто от человека. Потому что не каждый может ответить на вопрос «Кто мой ближний?». Ну, казалось бы, брат, сестра, отец, мать. Это так понятное такое, близкое понятие. А если в более широком смысле смотреть «Кто мой ближний?». И почему именно с притча о милосердном самарионине отвечает этот вопрос «Кто является моим ближним?». Кто такой милосердный самарионин? Это человек иной веры от иудейского общества, в котором жил Спаситель, о котором он и говорил. И ему на пути повстречался человек, который был сильно избит разбойниками, лежал в крови, в ранах. А предшественниками этого самарионина были священник, левит, которые прошли мимо и не оказали помощи этому несчастному избитому человеку. А вот самарионин, будучи человеком другой веры, нашел все силы и возможности перевязать раны этого человека, мыть их вином, довезти его до ближайшей гостиницы и там поручить гостинику, даже заплатить определенную сумму. Если что-то, тот и сдержит, как он сказал самарионин, готов возвращение ему дать и восполнить те затраты, которые он потратит на этого человека. Самарионин оказал милость и милосердие человеку, незнакомому ему, но впадшему в большую беду. В этом человеке, нуждающемся в помощи, он увидел ближнего. И поэтому мы можем здесь сказать так, что ближний наш – это тот человек, который нуждается в нас и нуждается в нашей помощи. Ближний – это человек, который страждет и не находит помощи у иных людей. Какую же помощь мы можем оказать человеку, который встречается нам на пути и нуждается в нашей помощи? У меня нет денег, но я вижу человека, который в них нуждается. Я вижу человека, впадшего в тяжкие согрешения, в тяжелые жизненные обстоятельства, но средств материальных, физических я не имею. Чем же я могу помочь этому ближнему? Что я могу сделать, чтобы не стать как тот священник или левит и не пройти мимо? А иногда просто достаточно протянуть руку, сказать доброе слово, обратить внимание на беду человека, посоучаствовать с ним в этой беде. И можно увидеть ответ от этого человека, как он начинает преображаться, как просветляется его лицо, он чувствует себя уже совершенно иным, бодрым человеком, человеком, стоящим над своей бедой. Вот такое внимание к людям, нуждающимся и страждущим, требует от нас сам Господь, требует Евангелие. А если такое высокое требование предъявляет Бог нам, то и мы должны соответствовать этому требованию. Это не значит, что сейчас мы должны броситься искать таких ближних, нуждающихся в нашей помощи, хотя и это не исключено, но мы должны и обязаны при виде и при встрече человека нуждающегося постараться ему чем-либо помочь, увидеть в нем ближнего человека, ближнего нам настолько, что мы готовы отдать ему все, отдать свою любовь, отдать свое понимание, отдать даже иногда часть своего материального блага. Когда мы живем для других, мы соответствуем тогда евангельской норме. Когда мы не живем только лишь для себя, когда мы готовы поделиться тем, что имеем со своим ближним, мы исполняем великий евангельский закон, который дан нам Богом. Поэтому и хотелось бы, чтобы мы это помнили не только тогда, когда читаем Евангелие о Милосердном Смоленине, чтобы мы об этом помнили каждый день своей жизни, потому что отрезок жизни, который нам дан, он очень краток. И этот отрезок жизни нужно прожить так, чтобы потом быть непостыдно предстать перед Господом нашим на страшном суде. Какие могут быть еще примеры пожертвования своему ближнему? Вообще, какая может быть беда у человека, в который он впал? Ну, если мы возьмем примеры из нашей даже отечественной истории, все небезызвестно, что многие народности, которые присоединялись к нашей Российской империи, не имели люди должного даже образования и просвещения. Чаще всего жили безграмотными людьми. И новые импульсы жизненные, которые вселялись в эти народности посредством присоединения их к новому государству, заставляли их жить в совершенно новых условиях. В условиях, где не было места человеку безграмотному, человеку, не имеющему читать, не умеющему считать. И, может быть, вот этот как раз таки момент тоже и есть момент беды для человека, когда человек живет оторванным от того общества, которое его окружает. И если мы возьмем такие примеры, как, например, в Северной Осетии, где мне приходилось служить, был такой, считается, национальным героем, как священник, протеерей, отец Алексей Колиев, который, будучи священником, решил организовать женское училище, что было, в общем-то, являлось нонсенсом для образования на Кавказе. Женщина не могла иметь никакого образования и не вести никакую общественную жизнь. А Алексей Колиев, будучи сам осетином, решил вот так помочь таким образом вот этим женщинам, которые были в несколько забитом положении, дав им какое-то образование. Конечно же, так как это было новшество, он не мог найти средств для открытия этого училища. И в чем было его самопожертвование? У него была небольшая квартира служебная, где он жил с тремя детьми, с супругой, со своей матерью. В этой квартире было всего две комнаты, небольшая кухня. И он свою семью переселяет в одну из комнат, а другую комнату отдает под класс. Сначала пришло всего девять девочек. Но со временем, с годами, это училище стало расширяться, и в конечном итоге правительство выделило средства для строительства здания под это училище. А в чем же здесь самопожертвование отца Алексея Колиева? Вот как раз-таки, видя беду вот этих несчастных девочек, которые росли без образования, без грамотности, оторванные от того общества, в котором они вынуждены будут жить, он притеснил свою семью, стеснил ее жизнь для того, чтобы дать какой-то новый импульс жизненный для других людей. Это тоже есть самопожертвование. И в этих девочках он видел как раз-таки своих ближних, нуждающихся в его помощи. Таких примеров множество. И я могу привести пример своего небесного покровителя, святителя Иннокентия Московского, который, оторвав свою семью от привычного образа жизни в Иркутске, пусть в далеком таком от нас, но поехал еще в более дальнюю страну, незнакомую для него, к незнакомому народу, но так нуждающемуся в просвещении и в Слове Божьем. И там он обрел для себя тех людей, которые стали для него действительно близкими. Для них он был всем. И учителем, иногда и врачом, иногда и помощником в каком-то подсобном хозяйстве. И тем самым отдав все свое семейное даже благополучие в жертву вот этим людям, которые нуждались в Слове Божьем, нуждались в его участии в их жизни. Хотелось бы, чтобы примеры и святых, и разных исторических людей, личностей, которые являлись собой как бы соответствием вот этой притче евангельской о милосердном самарянине, чтобы они были для нас примером, примером подражания. Ведь каждый святой дан для нас не просто как человек, который за нас молится там у престола Спасителя, у престола Божия, а это прежде всего человек, который для нас является примером, как нужно свою жизнь построить, чтобы она соответствовала евангельскому закону. Пусть же примеры святых всегда пребывают с нами, в нашем сердце, в уме, и, следуя их примеру, будем и мы, подражая им, соединяться с Господом в Царстве Отца Небесного. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok